Сельхозпроизводители в один голос твердят, этот год был одним из самых тяжелых для них. Засушливое начало лета и постоянные дожди с середины июля погубили существенную часть зерновых культур – 48 тысяч гектаров. При этом лишь 70% пшеницы подходит для продовольственных целей, а ржи и того меньше – 50% всего собранного урожая. Несмотря на неблагоприятную погоду, сельхозпроизводители отмечают – потребности Нижегородской области собранное зерно покрывает полностью. По оценке экспертов, цены на хлеб повышаться не будут. Мы сегодня на уровне области имеем, пусть может быть и небольшой, но все-таки областной интервьюционный фонд в объеме 6,5 тысяч тонн зерна, который у нас хранится, закуплен за счет средств областного бюджета. И в случае каких-то непредсказуемых всплесков на рынке, мы можем выпустить это зерно на рынок с тем, чтобы стабилизировать возможное повышение цен. В чешскохозяйственный сезон 2013 года отмечается ими соурожаем кормовых культур. Сперты утверждают, проблем с кормами для животноводства в регионе не будет. Однако предприятия птицеводства говорят, рост цен на их продукцию – это уже последствия нехватки зерна. В следующем году вполне возможно дальнейшее повышение цен на яйца. И это связано с тем, что большая часть зерна, которую закупают птицефабрики, отсылается обратно из-за низкого качества. Птицефабрикам приходится покупать качественную пшеницу по завышенным ценам. Травить птицу мы не можем, поэтому бракуем это зерно, возвращаем. Цена на качественную пшеницу начинает расти. Сегодня она уже достигает 8 рублей с лишним. Так что яйца, которые постепенно стали терять свой золотой блеск, в следующем году вполне могут его приобрести вновь. Руководство птицефабрик надеется, что в следующем году погода сменит гнев на милость, и они смогут вернуть нижекородцам доступные цены на продукцию. Власна Савицкая, Алексей Калякин. Объективно. ННТВ. Редактор субтитров А.Семкин